Вот смотрите, все проблемы делятся на три блока. Человек и его проблемы, любимый для девочек тема отношения и дети. Это третья часть всех обращающихся. Михаил, ну вот первые две темы, названные вами, они не вытекают случайно из той самой третьей взаимоотношений отцов и детей? Наоборот. Сначала взаимоотношения, потом дети появляются. И мы в таком порядке-то происходим. Нет, ну а каким образом? Вот ведь говорят, что все мы родом из детства. В этом смысле, да. И будучи знакомым, так сказать, с вашим творчеством, вы часто говорите о том, что именно взрослые проблемы, они как раз-таки вытекают из тех самых взаимоотношений детей с их родителями. Это начинается все в детстве. Кстати, я первый об этом сказал, это еще Фред заметил. Все психотравмы, вся психика формируется до 5-8 лет, и всю остальную жизнь люди просто отрабатывают этот сценарий, заложенный взрослыми в их детстве. То есть все психические реакции, все нейронные связи уже существуют, уже отрабатываются. Мозг работает как компьютер. Вот все, что с вами происходит, он считывает как аналог детской истории. Понимаете? Даже я вам больше того скажу, вот если вы когда-нибудь задумаетесь, что вы чувствуете, вы поймаете себя на том, что вы чувствуете то же самое, что когда вам было 5 лет. Ничего не меняется, по большому счету. То есть, как вы сказали, та самая любимая тема девочек, взаимоотношения с противоположным полом, она тоже, получается, вытекает из детства? Она 100% от родителей. А они люди разные бывают. Одни холодные, другие жесткие. Третьи вас бабушки отправили в другой город, а сами уехали. Вы их как бы любите и страдаете одновременно. Любите и скучаете. Любите и обижаетесь. И когда вы вырастаете, вы ровно то же самое начинаете делать с вашими партнерами. Вы находите людей, которые как бы над вами издеваются, как вам кажется. Хотя вы их сами находите. Какие взаимоотношения накладывают самый большой отпечаток в детстве? Отношения с мамой или отношения с папой? Ну, считается, конечно, что с мамой. Но я бы так не сказал. Я считаю, во-первых, у 54% детей Евросоюза неполная семья, чтобы вы понимали. То есть на сегодняшний день больше половины детей растут без... Ну, как в папе, но папа приходящий. Тем не менее, я считаю, что здесь оба родителя играют роли. Как правильно пошутил Ленов в одном фильме? Это, говорит, во мне заговорил дядя по материнской линии. То есть могут быть какие-то другие еще родственники, которые имеют к этому отношение. Например, когда у меня родился ребенок, я попросил свою любимую родную тетю посидеть, когда я на работе. И ребенок почему-то в два года стал считать, что из-за тети все происходит. Если бы ее не было, то отец с матерью были бы дома. А так как их не дома, потому что тетя... И она ее, например, не взлюбила из-за этого в детстве. Вот какие-то такие интересные вещи, они откладывают отпечаток на нашу психику. Нет, ну, считается, что мама больше. Я думаю, отец тоже играет свою определенную роль в формировании психики ребенка. Она даже больше, чем мать. Ну, хорошо. Если вы говорите, что 50% семей... 54% семей являются неполными. То есть это уже не совсем нормальная модель семьи. Тогда какой пример черпает ребенок из такой семьи? Как он в будущем строит свои взаимоотношения в взрослой жизни? Хороший вопрос. Дело в том, что брак моногамный, в том виде, в котором мы его сейчас знаем, он находится в кризисе. Я думаю, через какое-то количество лет он такой не будет. Я не говорю, что это будет на нашей памяти. Может, даже и не при наших внуках, но эта модель, она реально не работает никак. Потому что она противоречит человеческой природе. Поясните. Анастасия, вы больше одного раза в жизни влюблялись. Это же правда. Еще в детском саду по ней первый раз. Было дело. А вам предлагают на всю жизнь с одним человеком. Ваша психика это как бы с трудом выносит, правда? Вот я считаю, это тоже моя вторая идея, что залог счастливой семейной жизни до гробовой доски это только стабильная психика. Ничего другого. Как только она становится нестабильной, я сегодня ее люблю, завтра я не люблю, сегодня мне нравится один, завтра мне нравится другой, завтра уже вообще никто не нравится. Поэтому вот 54% неполных семей. Подождите, так проблема в нестабильной психике или в природе человеческой? И то, и другое играет роль. Я думаю, что человеку, не предназначенную иметь, ну, по природе биологической, он не приспособлен для моногамного брака. Моногамный брак был заточен под мужчину, женщина была существо подневольное. И, кстати, было многоженство большей части времени жизни человечества. То есть мужчина-то имел, как правило, больше одной жены. А с женщиной все тяжелее обстоит. И я хочу сказать, и не то, что это моя какая-то идея, но мы же сами видим, что браки в Европе, например, все меньше и меньше заключаются. Французы придумали знаменитый, это называется, паксе. А паксированный, это даже не брак, это вы говорите, мы пара, вы не ходите в мэрию, не расписываетесь, и вы не делите имущество. Но вы получаете скидку на парковку, вы получаете скидку на электричество и так далее, и на квартплату. То есть Европа пытается каким-то образом уйти от такого брака, который... Я просто один пример приведу. А если француженка 10 лет не работала и доходилась в браке, и потом они развелись, то муж ее будет содержать пожизненно, выплачивая огромные деньги. Не в смысле какие-то минимальные алименты, а делает тот образ жизни, который у нее был в браке, понимаете? И люди не хотят так рисковать. Представляете, так парень женился на недельку, а потом все время будет расплачиваться. Это дорогой кредит. Поэтому люди пытаются... Вот Европа пытается уйти, сделали такие, типа, мы пара. Вот мы заявляем, что мы пара. Вот такая вот история. Это нормально для человеческой природы, доктор? Или это тоже невроз? Нет, это нормально в том смысле, что сам человек это делает. Это же не кто-то сверху спустил, да, такую идею? Ну, разводы были всегда. Ну, надо понимать, что, например, 100 лет назад «Здравствуй, Анна Каренина», а также роман Толстого крейсера «Ромсонат» – это было нереально. Поэтому брак в каком-то смысле был не то, что тюрьмой, но для женщин, как правило, был тюрьмой. Хотя фишка в том, что там страдал Каренин сам. Он тоже не мог с ней развестись. У него была проблема еще больше, чем у женанечки. Но мы сейчас не об этом. Всегда это была проблема. Когда люди, например, жили в браке, но любить она не мужа. Сколько пьес по этому написано. Еще, не знаю, в эпохе Возрождения писали. А брак как бы продолжал существовать. Вот сейчас уже он трещит по швам. То есть сейчас брак переживает кризис. А во что он, по вашему мнению, может трансформироваться? Пойдем по французской модели. Фрилав. Такая, знаете, да. А насколько это фрилав вообще будут такие здоровые и естественные условия для воспитания детей? Вот если мы говорим сегодня о... Трудно сказать. Ведь дети воспитывались разные периоды по-разному. Вы знаете, что был период, когда детей считали по отцам, а было по матерям. То есть в первобытном общинном обществе были и многоженство периода, и многомужество. И дети были как бы членами общины. Такой, знаете, всеобщий сын полка такой, всеобщий ребенок. Но это для фантастов интересная тема. Я так далеко не загадываю. Но как психолог, который работает больше 30 лет, я могу сказать, людей, приходящих с разводом, с тем, что они не могут дальше жить вместе, увеличивается количество каждый год. Это правда. Такого связи к времени вообще близко даже не было. С чем это связано, как вы думаете? Со свободой, психологической свободой и с увеличением качества жизни. Когда, слушайте, в советское время люди жили в одной квартире три поколения, понимаете, да? То есть брак был обусловлен причинами бытовыми, социальными. Абсолютно. А как вы не можете жениться на ком-то еще, просто квартиру не получите, что на улице будете жить? А если мы говорим про Москву, еще прописку не получите. Жили бабка с дедом, их дети, то есть муж и жена, и их дети, то есть внуки, это и в Риге же было, на одной жилплощади. Какой тут развод, Таффик? Скажи спасибо, что тебе вот тут прописали. А теперь, когда люди могут просто сесть, снять квартиру, они более свободные. Я считаю, что это вопрос качества жизни. То есть получается, с ваших слов, как раз-таки вот такая классическая модель семьи, брака, муж, жена, дети, есть невротические отношения, потому что... Нет, нет, Настя, я сам хочу жениться на одной женщине и померечь с ней в царости. Нет. Это все, понимаете, это социальные истории. Это мы сейчас не про меня и не про вас говорим. Это общественные, понимаете, такие движения в обществе происходят. А где баланс между общественным, между какими-то социальными нормами и вот этой самой полигамной человеческой природой, с ваших слов? Хороший вопрос. Где баланс? Баланс должен утрястись со временем. Почему? Когда вы выходите замуж, вы же категорически против открытого брака, чтобы у кого-то еще были отношения на стороне. Вы же против будете? Это не подходит. Почему люди должны как бы считаться с этим? Потому что семья – это ценность. И человек, который хочется переизменить, он 10 раз подумает, стоит ли, потому что это может разрушить его брак рано или поздно. И вот на это нельзя же на страхе держать эти отношения. Поэтому вот, то есть баланс, сложно сказать в чем. Может быть, будет какая-то форма открытого брака. Может быть, вы будете жить какое-то время с одним человеком и какое-то с другим. Как это детям объяснять, Михаил? А вы знаете, что люди не совсем полигамны, это по-другому называется, я не буду врать, потому что я не помню. Полигамны – это когда у вас много партнеров, а здесь каждый раз один партнер, но он один. То есть любовь одна, только меняются имена, как пелось в известной песне. Совершенно верно. Любовь одна, люди разные. Как же это детям объяснять в таком случае? А как детям объяснять, что у тебя два отца или две матери? Ничего же, как-то они проглотили это. А это вообще не проблема. Я вам расскажу одну историю из своей практики. Пришел ко мне на прием мужчина, кстати, тоже психолог американский, но русскоговорящий. У него такая проблема. Его семилетний сын не может никак принять, что его родители разводятся. Прямо рыдает. А мать с отцом сказали, да, мы вместе, значит, уже не живем. Он приходит, я говорю, ну давайте, ребенка запускайте. Приходит ребенок весь в слезах, в соплях. Я его спрашиваю, что ты делаешь? Говорит, я учусь в школе, в первом классе. Я говорю, слушай, а где ты был до школы? В детском саду. Тебе в детском саду кто-то нравился? Он говорит, да. А как ее звали? Говорит, ее Лену звали. Да, я говорю, а сейчас ты в школе? Говорит, а сейчас я в школе. А Лена? А Лена не в школе. Она куда-то уехала. А сейчас кто-то у тебя есть? Говорит, Маша. Говорит, подожди, я не понял. Ты же Лену любил в саду. Говорит, вы что, тупой? Я же вам объясняю, это в саду было, а я в школе. А в школе Маша. Я говорю, я не тупой. Но ты считаешь, что твоя мать с отцом должны всю жизнь вместе жить? И вы знаете, он в 7 лет это понял. На своем собственном примере, что у нее в прошлом году была одна девочка, в школе у нее другая девочка, и что отец и мать тоже могут так жить. Вот вы не поверите, у нее реально высохли слезы. Он сказал, папа, все, я готов, претензий больше не имею. Ну, вот эта ситуация, вот этот пример, этот прецедент, как он в будущем может сказаться на взрослой жизни вот этого 7-летнего мальчика? Значит, и он так же будет менять? А вы знаете, вот вы же учили в школе, да? Были у вас такие дети, знаете, вот как вам сказать, вот такие конкретные, вот они полюбили там в 6 классе и на всю жизнь. Ни одного не было такого? Ну, есть такие примеры, да. Вот эти будут жить всю жизнь, но их единицы. Они психологически как бы моногамны, понимаете? То есть биологически они как мы все, но у меня тоже был такой одноклассник, вот он женился, хотя, так как жена его потом как-то уже перестала воспринимать, потому что не всем девочкам такая любовь с детского сада и до гроба нравится, развелись они, но он психологически всегда вот любит, как бы один раз и на всю жизнь. Это, да, не этот мальчик и не его папа, конечно, из примера, но такие люди есть, и мы все об этом мечтаем. Поэтому вы воспринимаете правильно то, что я говорю? Я не призываю к этому, я сам, наоборот, за абсолютно консервативный брак, но по желанию, а не потому что нельзя, потому что не хочется. Вот идеал, да? То как бы я люблю свою жену, и мне просто неинтересны другие люди. Вот о чем речь должна идти. Какие основные проблемы взаимоотношений отцов и детей впоследствии приходится разгребать психотерапевтам и психологам? Ну, самые тяжелые проблемы, вот опять же, в раннем детстве, когда ребенок пугается, потому что не получает ожидаемой любви от родителей. У нас всех есть понятие того, что мы ожидаем, да? Чтобы мама, папа, вы отцов имеете в виду, это не психологические отцов, это мог быть и матери, да. И вдруг они оказываются какими-то агрессивными, конфликтными, скандальными. Ребенок пугается, плачет и так дальше. То есть он любит, он все равно любит родителей, до трех лет он любит его, кстати, не критически. То есть если родитель будет об него сигареты тушить, он будет считать, что так мир устроен. Потому что у детей до трех лет нет критики, они не понимают, что так можно, нельзя, правильно, неправильно. И это формирует его понимание любви. Да. И у вас тоже есть такие примеры, когда, например, ваша подруга Анастасия, такая красавица, умница, за такого рода выходит замуж, что вы понять не можете. А вы вот туда копните поглубже, вы поймете, что это еще не урод. Было гораздо хуже. Я тоже, когда я говорю про своих знакомых, какие-то вещи, которые в голове не укладываются. Тем не менее, у меня такой смешной пример, есть такая знаменитая фотография, где стоит голый Джон Леннон с Йоко Оной на камеру с задницей. Джон Леннон тогда уже был богом, великим, с атлетической фигурой. Йоко Оно вообще без слез не взглянешь. Короткая, квадратная, достаточно туповатая, она такая искусствоведом она была. Он ей в рот смотрел всю жизнь, она ему еще объясняла перформансами и другими вещами, как ему надо вести себя перед камерой. И он это все уважал. Почему? Ну, здравствуй, мама. А так вот спросишь, а зачем ему эта женщина? Он что, не видел? Он что, плохо видит, что ли? Да у нее были очки. Но дело не в этом. Ну, хорошо, вот по вашему мнению, что такое здоровая нормальная семья? Ведь, ну, вы говорите об одной крайности, там, тушит бычки. Ну, я, да, сгущаю. Об ребенка гресь и прочее. Есть другая крайность, наоборот, гиперопека, когда с ребенка пылинки сдувают, что тоже, наверное, не есть хорошо. Вы знаете, гиперопека, это все-таки волнение и тревога. Когда так с ним ведешь себя, он очень нервным вырастает, он с большими страхами вырастает. Потому что родители такие пугливые, при том, они прекрасные родители, они его обожают, на руках носят. За счет того, что они очень неуверены в себе, всеми волнуются за него, там, не бегай. О, сейчас вспотеешь, простудишься, давай шапку. Он такой нервный ты, боязливый вырастает. Там свои тараканы. Где золотая середина? Здоровая психика. Где пилюля? Здоровая психика. Здоровая психика. Лечить надо не детей, а свою голову. Это, кстати, одно из заблуждений. Вот я сейчас прилетел на самолете, в 15 раз слышал эту знаменитую историю стюардесса. Если вы летите с ребенком, вам нужна кислородная маска, что она дальше говорит? Сначала наденьте на себя, потом на ребенка. Это глубокий смысл эта фраза имеет. Все пытаются... Вот я же тоже ко мне приводят детей, да, как к психологу. Говорят, зачем вы приводите детей? Вы сами придите. Если вы изменитесь, вашим детям не нужен будет психолог. А все считают, что у них все хорошо, а проблема только у детей. Взрослые могут помочь детям, только изменившись самостоятельно. То есть получается всем к психологу, всем лечить голову? Тем, кто считает, что у меня проблемы. Если вы считаете, что у вас все нормально, вам не надо никуда идти. А вот как самостоятельно определить, есть проблемы у тебя или нет? У меня очень интересный критерий. Я считаю, что если тебе это мешает жить, она есть. Если ты полный псих, но счастлив, не надо никуда ходить. А если тебе не мешает, а ребенку мешает? Ты все этого не поймешь. Но ты же наносишь вред своему ребенку, не понимая этого. Это когда он вырастет, ты это поймешь. И будешь, кстати, отказываться. Знаете, как дети любят претензии потом предъявить родителям? Такие бывают смешные. Например, мать, почему меня не заставили играть на пианино? А я теперь не умею. Типа и лечить иностранные языки. А если бы заставили, была бы другая претензия. А почему меня заставляли? Это тоже еще одна тема, видимо, для другого разговора. Но все же есть какие-то правила универсальные, советы, которые вы могли бы дать родителям о том, как правильно все-таки воспитывать детей? Первое. А единственная причина, по которой надо рожать детей, вы реально хотите детей. Не потому, что вы вдруг замуж вышли. Не потому, что вам 38 лет, и надо срочно это делать. И Генникова сказала, что по здоровью надо. Не потому, что вы хотите этого мужика привязать, а то он без ребенка убежит, ну и так далее. А то придется все это ребенку потом рассказывать. Мы тебя родили, потому что так гинеколог сказал, да? А то у меня этот резус отрицательный. Это первое, это самое главное правило. Когда вы рожаете ребенка для себя, потому что вы любите детей, то дальше все более-менее идет здорово. Как только эта история меняется на какую-то другую, потом начинается проблема. Типа мужчина все ушел, а что мне теперь с ним делать? Детский дом, что ли? Второе, если вы чувствуете, что вы, ну как сказать, не очень стабильны психологически, раздражительны, нервны, очень многие женщины пропускают так называемую пострадовую депрессию, они не понимают, что это заболевание психическое. Это нарушение нейротрансмиттеров. Но это ведь не связано с тем, хочет женщина ребенка, не хочет, это ведь гормональные какие-то. Это какая-то такая, абсолютно, гормона, это биохимия и физиология. Но женщина может хотя бы обратить внимание, что вместо счастья от ребенка она испытывает постоянно тревогу, волнение, что она устала, что сил нет и так далее. Это ненормально. Вот позже она передачу это посмотрит и поймет, что не все матери так прямо страдают, когда ребенок маленький. Тяжело, конечно, но это как бы счастье тяжелое, а не страдание. Ну и дальше, если вы считаете, что у вас очень нездоровые отношения в семье, например, между вами и вашим мужем, то вы подумайте, стоит ли ребенку находиться в этой обстановке. Потому что многие сохраняют семью как бы ради ребенка, а некоторые дети вообще не восторгуют от этой идеи. Они хотели бы, чтобы мама с папой все-таки разбежались уже, и дома стало потише. Вот какие-то такие вещи. Ну, не всем повезло вырасти, может быть, в такой идеальной, здоровой с точки зрения отношений семье. Что тогда? Да. Я подвожу вас к шести правилам Михаила Лобковского, которые очень хотелось бы, чтобы вы озвучивали сегодня в нашей программе. Спасибо, конечно. Мне приятно, но я не думаю, что надо забивать людям голову всеми правилами. Первое, вы должны понять, что это не неизлечимые заболевания. Как бы вы, какое бы ни было у вас детство, вы в любом возрасте, хоть в 90-е лет, реально можете начать жизнь сначала. Идея этих шести правил в том, что вы можете полностью поменять всю психику. Вот она у вас так сформирована, да? А вы ведете себя определенным образом, я сейчас расскажу каким. И она у вас меняется, вы начинаете получать от жизни удовольствие. Я, если позволите, хотя бы три первых. То есть первое, вы должны стараться, выбирая что-либо в своей жизни, любой поступок, а на какую работу устроиться, за кого замушеваете, и какой творог есть на завтрак, выбрать все-таки то, что вам нравится, а не то, что правильно, целесообразно, эффективно. Где меньше процентов жирности. Да, здорово и так дальше. Потому что это скучно прожить всю жизнь, потому что это правильно или так надо. Единственное счастье, это все-таки жить как тебе хочется. Второе, вы не должны не терпеть ничего, ни ради чего, и ни ради кого, и ничего не делать себе в ущерб. Ну, стараться хотя бы свести это к минимуму. Потому что когда вы живете как бы не своей жизнью, заставляя себя делать, я не знаю ради чего, на работе ради денег, а терпеть конфликты, например, в семье, ради сохранения семьи и так далее, это очень нездорово. Кстати, онкологи и кардиологи считают, что их пациенты – это результат подавленных эмоций. И третье, это самое, третье – это смешное правило. Вы должны сразу говорить то, что вам не нравится, но там есть одна неприятная для людей особенность. Говорите, можете один раз. Вы не можете говорить, я же тебя просила, мы же с тобой договаривались. Это на тьё тупое, на это никто не реагирует. Вы говорите, мне это неприятно, мне это не нравится. Человек вас услышал, принял для себя решение. Теперь два сценария. Или всё изменилось, как вы хотите, мы живём дальше. А если ничего не изменилось, у вас опять два сценария. Ну тогда процент развода будет не 54, а 94 в лучшем случае. Если после первой претензии люди будут расходиться. Мне нравится, что вы хоть сразу схватываете на лету. Нет, вы можете сказать, а мне уже всё нравится. Ну, например, муж разбрасывает носки, вас это бесит. Вы сказали, мне это не нравится, он их разбрасывает. У вас есть два варианта. До свидания. И вы ищите мужа, который вообще без носков ходит. Или вы кидаете своё рядом с его, и дальше счастливо живёте. Я не шучу. Вы не можете не терпеть. Нет, вы можете сказать, я люблю своего мужа, и меня это не напрягает. Такое бывает. То есть, вас не раздражают какие-то вещи, вот так вы прям безумно любите, что любите, как Афелия, собирать носки по ковру ходить. Не вопрос. Но если вам это не нравится, а он не собирается ничего менять, а вы не его мама, и не его лечащий врач, значит, ну это не ваш муж, что я могу сказать. Это правда. Но если человек страдает различного рода неврозами и начинает каким-то образом заниматься самолечением посредством ваших правил, он не загоняет себя в ещё больший невроз? Вот человек неуверенный в себе, тревожный. Самолечение – это неправильно. Может загнать. Шесть правил, ведь это же инструкция к самоприменению. Нет, так нельзя. Нет, вот что думаете, вот я сейчас рассказал, а вы можете также взять, например, какая-нибудь будет передача про медикаменты, кто-то сейчас пойдёт в аптеку, скажет, слушайте, рассказывали, как действует, но я купил, вы так и напишите мне на памятнике на кладбище, что я передачу неправильно понял, видимо. Нет, друзья мои, всё-таки это не так всё просто. А я веду консультации и групповые, и индивидуальные, и я это контролирую. То есть люди, они это делают, они задают вопрос, во-первых, во-вторых, вы не можете взять на себя больше, чем можете вынести. Если вы так будете шашкой махать, то у вас реально проблем может быть больше. Надо брать только то, что вы действительно можете сделать. Понимаете? Там есть куча страхов, которые мешают это все правило, по ним жить. Нет, всё-таки, как говорят, под руководством психолога, а если мы говорим о медицине, врачи, а такие вещи. А это такая популярная история, просто у нас телевидение, я рассказываю, не имеется в виду, что человек сейчас все бросят, и начнет идти разводиться тут же. Так, носки лежат, всё, я пошла. Не так всё просто. Ну что ж, спасибо вам за беседу. К сожалению, время интервью подошло к концу нашим телезрителям. И сегодня Михаил Лобковский был в гостях у нашей программы.